Всем привет, с вами Крейзи. Часа два назад я узнал, что делает новый гаджет RT. И идея пришла в голову мне сама по себе. Чего бы не обновить мой список самых худших гаджетов в игре Brawl Stars, там место для RT найдется 100%. Но как же я выбирал, кто туда попадет? Критерий первый, насколько же плох сам по себе гаджет. Это вообще-то самый важный фактор, ну по сути основное. И второй, насколько хорош другой гаджет этого перса. Возможно он слишком имбовый и на фоне вот другого второго. Первый гаджет отстойный, такое тоже бывает, частенько я бы сказал. Это мы тоже учитываем. Но я больше не тяну, приятного просмотра, погнали. Начнем мы с 15-го. И потихонечку пойдем к первому, то есть самому худшему. И 15-е место импульсный модулятор PEM. Он вроде бы то и неплохой гаджет, а части где-то может быть вас спасет. Как в целом и весь этот список. Все в этом списке возможно спасут вас однажды где-то. Но по сути все они не очень. Вот например PEM хилит 1200 единиц здоровья всем, кто находится в хилке. То есть возможно 3600 если вы у себя вместе стоите, ходите. Но это маловероятно ведь. Скорее всего это 1200. Но при условии, что самая хилка столько же хилит за 3 секунды, это прям не очень. Да и по сути 1200 очень мало. Это вас не спасет только если вы будете прятаться за хилкой. А это можно сделать и со вторым гаджетом, то есть тем более даже лучше. Ты встал под хилочку, дал гаджет, забрал патроны, выжить просто будет практически невозможно. PEM там за 2 секунды дает столько, что умрет буквально кто угодно. Шансы выжить есть только у танков. Остальным скорее всего у Габелла. И на фоне вот второго, первый, ну такой себе. Дальше перемотка Шелли. Я не знаю кто им пользуется вообще, в принципе. Он перемещает Шелли немножко вперед. Нет, где-то как-то возможно это вам поможет опять же. Если вы там хотите подбежать, убить. Но очевидно, что второй намного лучше. Даешь ульту и гаджет, тыкаешь просто автоатакой, умрет буквально кто угодно. Ну ульта естественно на заморозку. После такой комбинации от Шелли выжить практически невозможно. Я даже не знаю кто должен быть, чтобы он выжил. Особенно если подошел яд, то все, это конец. И перемотки даже близко на фоне этого гаджета нету. Потревоженный ульей Бея. Бея выпускает 4 пчелы, каждая можно нести по 600 урона. Но после попадания в кого-либо она полностью пропадает. И вот по сути это не очень. Раньше было лучше в этом плане. Пчелы было 3. Урон максимальный каждой пчелы по 1000. Уже больше как бы. И они плюсом не пропадали после попадания по кому-либо. Гаджет был явно лучше и более играбельный. Сейчас он тоже по сути может вас спасти. Поэтому он и находится так высоко. Ну 13 место еще высокое я считаю. Но думаю очевидно, что все равно он такой себе. Сверхлипкость Беби. С помощью жвачки она морозит всех по кому попала жвачка опять же. И по сути это неплохо. Но 2 секунды и маловато конечно. Да и к тому же вы кого-то заморозили на том конце карты. А что дальше делать? Ну как вы его убьете? За 2 секунды он отморозится и все убежит. Это можно юзать только в команде получается. Когда вы заморозили, ваши тиммейты добили. Командная работа. Но не стоит забывать, что добиби танк. И хпшка будет ей явно важнее. Идем дальше. И это пружиномет, пружиночка Гейла. Все вы знаете этот гаджет. Гаджет его списали вообще все, как только его пофиксили. И в целом я в том числе. Раньше он был классный. Радиус был как у обычной пружинки. То есть действительно большой. И с ним придумали тактики и так далее. Сейчас я помню упоминание о нем. Только разве что в разрыве. С полгода назад его юзали. Или даже год назад. То есть очень давно. Гаджет явно не тот. Но был в целом прикольный. Следующий бастер. Пояс с инструментами. По-моему гаджет также низкосортный. Бастер хилит всех, кто находится в зоне набивания его ульты. По сути в этом маленьком кружочке. По 500 хп с человека в радиусе. Суммарно получается полторы тысячи каждому. И кажется это вроде как неплохо. Четыре с половиной в сумме. Но надо понимать, что радиус очень маленький. Скорее всего бастер будет бегать с кем-то. Потому что у него набивается ульта. Так ему это выгодно. То есть прохилить тысячу возможно. Может быть в редком случае эти полторы тысячи. Но даже по полторы каждому это реально мало. В самом начале, когда он вышел, было по тысяче с каждого человека. То есть суммарно возможно было выхилить 9 тысяч. И вот это другое дело, правда. Но даже так это не очень по-моему. Потому что бегать нужно буквально впритык к бастеру. А это на высоких чревато последствиями. Дальше Бонни, краш-тест. Куда берут Бонни? На дальние карты, ведь она дальник. Большее время. И это так. Так вот гаджет помогает ей вне пушки. И по сути это то же самое, что и перемотка шели. Только вот на вид перемещается она слегка меньше. И еще, кстати, важно. При попадании во врага, если вы попадете гаджетом, 300 урона наносите. Неплохо. И в общем-то я не понимаю зачем. Где-то это поможет вам, конечно же. Допустим, вы может подловите на ошибки и убьете. Или возможно убежите и уклонитесь. То есть имеет место быть. Но я считаю гаджет полной фигни. Динамик Спиннер. Тут в целом какие-либо комментарии излишни. Он крутится и кидает динамиты в разные стороны. Попасть там хотя бы двумя, это уже сказка. Не то, чтобы кого-то убить. Нет, добить шанс, конечно, есть. Это естественно. Тут основная фишка в нем, то что он ускоряет человека. И там, допустим, можно убежать. Но то же самое делает и Стан. Заморозил ты застанил, убежал. Все легко. А Спиннер, думаю, вам скорее всего не поможет никак. Следующий Митявид Прима. Он в целом-то прикольный. Радиус большой, 2000 урона. Вопрос в другом. Зачем вообще ближнику раскрывать карту? Это хороший вопрос, потому что, ну правда, для чего это делается? Я не видел, чтобы особо Прима играли с этим гаджетом, потому что, по-моему, ни тому они персу дали этот гаджет. Ну и серьезно. Второй явно лучше сбивает все, что ты хочешь. Допустим, Фрэнк ультует. С прогиба его все, ульты нету. По-моему, это намного лучше. Кто берет первый, я не знаю, какие-то мазохисты. Шестое место. Корнфу. Это гаджет на Фэнга, если вы не поняли. Когда он раскидывает, попкорненьки. Каждый наносит по 500 урона. Если пробежаться собрать, то это в целом очень даже весомый урон. Но кто этим будет заниматься? А нанести хотя бы по тысяче в катке каждому бойцу? Это проблемно. Потому что Фэнга все держат на дистанции. И кто не станет подходить и биться с Фэнгом вблизи? Ну, умрет, потому что попросту. Он же ближник и опасный ближник. А сдалека прожать этот гаджет и что-то весомое внести кому-либо невозможно. Там, скорее всего, будет в районе нуля урона. Я полагаю, что именно так. То есть гаджет, ну, такой себе. Тоже не очень. Дальше Ева Материнская Любовь. Дело в том, что в целом это интересная задумка. Но с момента прожатия гаджета до, собственно, прохила проходит секунд 15. За это время может случиться, ну, что угодно. Хилит, ну, немало хилит. Нормально, по правде говоря. Можно прохилить полностью Еву и еще кого-нибудь там наполовинку. То есть в этом плане хорошо. Но времени проходит столько, что, вероятно, гаджет уже не нужен, когда эти дети появились. Следующий Сэм удар током. Тут все в целом довольно странно. Ты сначала прожимаешь гаджет, потом его кидаешь ульту. Невозможно, ты по кому-то попадешь и оттолкнешь. Но зачастую я, может, промажу вообще. То есть гаджет просто пропадет. И это, ну, такое, я считаю. Также странно, что Сэм отталкивает. Он же ближник. И было бы логичнее, что он стягивает, как делает первый гаджет. То есть второй, по-моему, вообще беспонтовая фигня. Кто его использует вообще, я не знаю. Он же отстой. Ну и, наконец, тройка призеров. Гриф лавина монет. Кто его придумал, я не знаю. На один выстрел дается плюс три монетки. Обычно их девять. А становится двенадцать. Солидно, можно решать по-любому. Ну, допустим, кого-то убить. Или в сейф внести на тысячу сто семьдесят больше. Это даже звучит плохо. Ладно бы это было на какой-то промежуток времени. Допустим, секунды четыре. Четыре секунды по двенадцать монет. Тогда это еще куда-нибудь догодится. Ну, где-то использовать можно. Но на выстрел. Серьезно. Вторая. Амбер. Пляшущее пламя. На пять секунд появляются три сферы огонька. Которые дают попицу трона за каждое попадание по человеку. Хоть сколько раз. Но, вероятно, максимум раз пятнадцать. Где-то так. И я пошел пробовать в сейфе. Думаю, урон можно внести более-менее нормальный. Но почему-то так и не получилось. У него хитбокс-то вроде как солидный у сейфа-то. Но по итогу там я раз со второго, третьего сделал это. Ну, а в катке как это сделать? По человеку. Скорее всего, по человеку там тысяча урона, полторы. Это будет еще офигенно. Поэтому Амбер здесь. Да и в целом это странно. Эти огоньки очень близко к Амбер. Почти впритык. То есть, скорее всего, вы находиться должны к человеку в упоре или к сейфу. А, вероятно, враги не будут рады этому. И вас попросту убьют. И первое место гаджет RT по линейке. Он посылает своим ногам сигнал, который замедляет и наносит 500 урона всем врагам. Есть плюсы, делает охот через всю карту. Ну и, конечно, минусы. Вы, скорее всего, не попадете. Там сигнал, правда, очень маленький. Только если человек идет прям за вами или же вы в упоре стоите к человеку, тогда да. Да и урона 500 всего лишь. Что это такое? Да и нечасто разделенному RT придется убегать. Это считайте Джеки. А обычно все побаиваются Джеки. Плюсом, вероятно, вторая часть RT стоит где-то у вас на базе, но точно не у соперника. И при этой ситуации сигнал пойдет назад и вам никак не поможет, скорее всего. Ну, разве что в каком-то отдельном случае. Ну, а на этом у меня все. Можете написать, чем вы не согласны. И также вашу версию худших гаджетов в игре. Я прочитаю. Спасибо за просмотр. Понравилось. С вас лайк и подписка. Удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok